8 апреля в Большом зале библиотеки иностранной литературы состоялся круглый стол, посвященный выходу книги «Сила возраста. Уроки старости для семей и молодежи». Организатором мероприятия выступила община Святого Егидия, которая и выпустила эту книгу. Сегодняшний круглый стол был очень интересным и важным, потому что показал, как вопросы старосты и стариков очень актуальны. И вопрос, который касается абсолютно всех, присутствия разных людей, верующих, неверующих, молодых и старых, говорит о том, что, наверное, каждый из нас может думать, что делать с этим вопросом, как я себя ставлю перед этим. И я тоже очень рад, что большое количество людей этого вечера показывает, что вопрос старости – это вопрос, который все-таки не забыт, и что многим эта тема интересна. В своих выступлениях участники круглого стола затронули разные аспекты отношения к старым людям, как в нашем обществе, так и в других странах. Они отмечали актуальность этой темы и для России, и для всего мира. Продолжительность жизней удлиняется, поэтому старых людей становится все больше. Как изменить отношение к старикам в семье, улучшить качество их жизни, как повысить культуру отношения к старости в обществе? Эти вопросы вызывали живой отклик у присутствующих на вечере людей. Этот вопрос, он вопрос и социальный, и духовный, и для многих людей очень личный. И поэтому вот, как сказать, он коснется каждого из нас, потому что все мы надеемся постареть, то есть надеемся на долгую жизнь. А вот что в конце этой жизни будет, нам не совсем понятно. И вот здесь как раз такой ответ очень важный для многих. И мне кажется, поиск этого ответа тоже часть нашей жизни, в молодости даже, и в среднем возрасте. И поэтому вот такая тема, она затрагивает и все вопросы духовные, и вопросы социальные. Итогом круглого стола стало решение об обращении к президенту Российской Федерации в открытом письме с просьбой содействовать принятию экстренных мер в улучшении положения стариков. И в целом об изменении отношения общества и государства к вопросам старости. Сила возраста, я бы даже сказал, мужество, старение, мужество, умирание. Это то, что всем нам необходимо, вне зависимости на самом деле от возраста. И сегодня разные люди, и Владимир Познер, и Людмила Улицкая, и другие выступали, и каждый освещал со своей стороны эту тему. Для кого-то это жизненный опыт, для кого-то это его работа, его труд. А для каждого из нас повод задуматься над тем, чем мы живем сейчас, какие приоритеты мы сегодня определяем для своей жизни. Ведь старость — это определенный итог. По старикам мы видим на самом деле себя, отражение себя. Это наша совесть, это голос нашей совести. Я думаю, что здесь есть масса тех задач, которые мы не выполняем, масса долгов, которые висят на нас. И поэтому всем нам нужно объединиться, для того, чтобы старость была достойной, для того, чтобы наши пенсионеры не находились просто на дожитии, но чтобы они радовались сами и радовали других. Информационное бюро «Спектр», Москва.